Всем привет, с вами Андрей Санар и сзади меня находится наша новиночка. Что это такое по классификации? Давайте вместе с вами определим. Вообще это небольшая, точнее даже можно сказать маленькая лодочка под парные весла. С приличным диаметром баллона, порядка 36 сантиметров. Но при этом она сделана из покрафтовой тпушечки и из-за этого имеет совершенно смешной вес. Планировалось это как маленькая рыболовная носимая лодочка для тех, кому все-таки гребля байдарочным веслом немножечко не подходит. Есть и такие люди. Но в то же время ее можно классифицировать и как распашной покрафт, поскольку она имеет покрафтовый вес. Внимательные заметят, что корпус повторяет лодку Л3М, она же Л3ТТ. А именно вот такую носовую часть, которая является просто идеалом мореходности. Может проходить любую волну. И в принципе это и есть уменьшенная по габаритам лэшка. Однако, однако, корма имеет несколько иную форму. Если у обычной лэшки нос и корма симметричные, здесь корма сделана несколько по-другому. Зачем это сделано? Потому что мы хотим заложить сюда возможности установки различного дополнительного оборудования, а также для увеличения удобства. Такая корма дает более широкий кокпит в кормовой части. А ведь капитан всегда сидит спиной вперед, то есть спиной вот сюда. Также вот на это поперечное бревнышко удобно устанавливать спиннинги. Для чего сюда, кстати, была установлена специальная вот такая рогатинка. Давайте мы ее сейчас запакуем. Давайте мы ее сейчас свернем, измерим габариты в свернутом состоянии, взвесим. А после этого поедем на водоем и будем испытывать. 45 На 35 На 25 Думаю, даже можно ужаться где-то на 45, на 30, на 25. То есть маленькая совсем лодочка. 5,20 с установленным сидением. Вот примерно как я и предполагал. С веслами. 7,10. Просто чудо. И это с распашными веслами. Со спиннингодержателями. С сидушкой. И с рюкзаком. Пушинка. Все готово для испытаний на воде. Погнали. Надо все делать в темпе. Потому что уже больше 6 часов вечера. А значит солнце вот-вот сядет. Как я уже раньше говорил, один насос хорошо, а два лучше. Насосы взревели на полную мощность. Это значит, они достигли своего максимума давления. Обратите внимание, как сделано днище. Днище приклеивается по такой вот большой площади. И защищает весь низ баллонов. Это стандартное наше решение для рыболовных лодок. Для таких серьезных рыболовных лодок. И оно себя оправдывает. Самая подверженная травматизации часть баллона. Прикрыта толстым слоем ткани днища. Здесь расположена уголковая лента. Которая защищает днище от отрыва. И от попадания внутрь. Камушков, песка. И прочих нежелательных мелких элементов. Конечно, они туда могут попадать. Но из-за именно этой уголковой ленты они не наносят вреда лодке. Шикарная гермосумка под цвет лодки. Шикарно сочетается с лодкой. Это не какой-то простой гермомешочек. Я про эту сумочку раньше рассказывал и показывал. Она вот такую лямку имеет. И достаточно стильная на вид, если ее красиво закрыть, замотать. И может делаться под цвет вашего Пакрафта или любой другой лодки из ТПУ. Это носовая часть, поднятая, чтобы хорошо всходить на вал. И она же место для хранения вещей. Лодка чрезвычайно легкая. Вот так вот двумя пальчиками несу. Проверим, как у лодочки ход. О, как стремительно удаляется берег. Да у этой лодки вообще шикарные ходовые характеристики. Да, она великолепно идет. Маленькая да удаленькая. Четыре спиннинга-держателя. Надувное сидение очень удобное. И весло-трансформер, которое можно превратить в байдарочное. И если уж очень нужно, погрести, как на байдарке. А давайте мы сейчас это попробуем сделать. О! Как чашет-то кормой вперед! У-ху! А носом вперед пойдет, наверное, еще лучше. Вот на носу у меня тоже стоит деталь, которая именуется фиксатор для весла. Но в качестве фиксатора для весла эта деталь практически никогда не применяется. Потому что она очень зависит от температуры воздуха. Например, вот в холодное время, сейчас вот близко уже к нулю температура, вот этот фиксатор, в него просто весло не вбить. А наоборот, в летнюю погоду он становится настолько таким податливым, что из него весло выскакивает, если, например, прыгаешь на моторной лодке на волнах. Поэтому самый лучший фиксатор, я считаю, это вот как раз с помощью резинки и грибочка фиксирует весла намертво. Ну что, зайдем сразу с козырей. У лодки прекрасный ход на парных веслах. Даже вот на таких вот очень небольших веслах-коротышках скорость хода пока значительная. Собственно, давайте мы ее сейчас измерим. 3,5, 3,9, 4,8 сразу. Ветер, правда, мне как раз в спину дует, то есть прям в нос. 5,4, 5,5, 5,9, 6. 6,5, 6,6, 6,6, да, лодочка явно сюрпризы преподносит. Маленькая лодочка, 2,60 всего в длину. На коротеньких веслах 6 км в час. Я не сказал бы, чтобы я напрягался. Вот сейчас попробуем против ветра и скорость без напряга. 4,4, вот так вот легко. Кстати, кстати, я бы добавил еще этой лодочке как доп. курсовой стабилизатор. Тогда бы вообще стало бы все шоколадно. Повесил бы его вот туда на корму, сделал его откидывающимся. И тогда можно было вот так вот по инерции идти. Так все-таки поворачивать в сторону по ветру. Но стоял бы стабилизатор, ее бы не разворачивал. Сейчас даже вот так вот крутанемся. Коруси. И в другую сторону. А курсовой стабилизатор вот так вертеться не даст. И о названии этой лодки. Пока у нее названия нет. Дежурный вариант. Такой простейший. Л-1. Еще один дежурный вариант. Л-мини. Но может быть стоит ей какую-то свою кликуху придумать. Красивую. Солнце уже село. Стремительно темнеет. Поэтому давайте-ка мы пойдем к берегу. Я считаю, что испытание лодки прошло успешно. Эта лодка будет в ближайшее время запущена в серию. Небольшие косметические изменения будут. Несколько раз прям по-живому переделывали вот этот сегмент. И теперь он уже должен быть в финальном виде на компьютере смоделирован. И уже новые лодки будут с этим самым правильным сегментом. Так, я тут в какие-то кувшинки заехал. Закат красивый. А ради такого красивого заката можно погрести лицом к нему. Ой, а мы уже приехали на самом-то деле. Я-то думал, о, еще ехать и ехать. А лодка так быстро летит. Спиной вперед это не замечаешь. Что вот с этой точечки я как раз и выходил. Ну что ж, давайте причалим. Лодка великолепная. Для кого эта лодка? Для рыбаков. И главным образом для тех, кто не подружился с байдарочной греблей. Те, кто наловчился грести байдарочным веслом. Конечно, всякие лодки типа Биг Фиш Пака, Чихони, Фиш Каяка Эва Лайт. Это отличный выбор. Потому что каяки, в принципе, пошустрее будут. Из-за своей вытянутой формы. Но тем, кому нужна вот такая вот классика, это, пожалуй, сейчас лучший вариантик. Вот, кстати, смотрите, здесь еще дополнительные колечки стоят. Так что сюда дополнительно, легко и непринужденно ставится спинка цилиндрическая от Биг Фиш Пака. Так что можно спокойно опираться будет спиной, сидеть долго, часами и не уставать. Ждите новую лодку в продаже в ближайшее время. Кроме этого, будут еще интересные новинки, которые мы постараемся успеть еще в этом сезоне, хотя уже зима на носу. С вами был Андрей Санар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok